Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно! Христос воскрес! Номер 150. Вопросы события дня. Задавайте вопросы. 9 мая 2016 года. Ну приближается время у нас к крещению, поэтому выставляю на первое место маршрутка тем, кому разрешено. Без разрешения, конечно, не приезжать. Многие звонят. Надо искать на месте священники. Везде находятся, но кое-где не могут найти. Кто-то на Афон поехал, кто-то на Берсиневку, храма Христа Спасителя, там метров 250, на другой стороне есть Кирилл Сахаров. Там кресло полное погружение мощеных. Ну вот смотрите, как ехать. Указано тормозите и снимайте все для себя вот это. Медленно так буду проводить, чтобы могли посмотреть. Себе это все заснимите, как-то перепечатайте, как это может быть, я не знаю. И обязательно адреса телефона, экземпляра три сделать по разным карманам. Вот считайте. Нигде не это несколько раз считать все время. До Барнаула еще проще от Барнаула. Спрашивать надо. Милиция, машина стоит где-то. Особенно, когда с трассы съезжать. Вот надо быть осторожным, что в нужном месте. Вот сколько телефонов даю. Вот этот телефон мой, по нему говорить больше двух минут я не буду. Это вредно. Больше не чаще, чем пять раз в день это разрешается. А вот стационар, по нему звоните. Тут может хоть сколько. Вот эти адреса все перепишите и дорогой звоните. Заряженный, чтобы был телефон. А не то, что сел, не смотрел там. Это не годится. Зарядные шнуры свои берите. У кого есть видео, фото. У нас все разрешается снимать всюду, где ходят экскурсии. Вот. Скайп у меня. Выходите на скайп. Можно тут побеседовать. Вопросы задать. Каким поездом ехать, если кто едет. Здесь все. Берите. Без разрешения. Пока я не дам разрешения. Я в Барнауле нахожусь. Этого нет. Потому что у нас день деревни будет в это воскресенье. Осталось всего ничего тут уже. Девять, считай. Десятое. Пять дней. Ну, дадим разрешение. Если узнаем, чтобы не курящий. Тут все сказано было. Приезжать только в этот день. Без ночевки. А если кто-то где-то раньше приедет где-то. Ну, это надо, опять же, по договоренности-то. С собой что брать. Если с ночевкой, то, чтобы простыни были свои. Там негде стирать и... То есть, для каждого. Один на ночь ночевать и... Вот, считайте, что тут написано. Бритых не крестят. Вопрос снятый. Думать, как обратно выехать. Что для крещения нужно. Ну, и какие вчера были сообщения. Сегодня довольно необычные будет. Потому что вчера праздновала страна День Победы над Германией. Вот. Валерий пишет. Спасибо, Господи, с праздником духовных побед с врагом внешним и внутренним. Кто? Яко Бог. Истина непобедима. Михаил Домнич. Не могу не поделиться с вами и вашими слушателями данными мыслями Егумена Нектария Морозова. Дорогие мужчины! Женщина не может делать мужчину подкаблучником. Не может никуда его загнать. Подкаблучником он становится сам, когда от мужских своих обязанностей и качеств отказывается. И себя, а не жену надо ломать в такой ситуации об колено. И не ей говорить-то. Пошла вон, коза дурная! Прошу прощения за цитату. А себе. Соберись, тряпка, стань. И, наконец, мужиком. Это работает. Реально работает. Игумен Нектарий Морозов. Ну, кому знать, как не Нектарий? Это он же Игумен. У него, видимо, гарем там есть. Он знает, как распоряжаться. Какие советы это дает? Как будто бы никогда в стране советов не жил. Ну, почитаю раз улагом за того, как она ему грозит через партию. Не пойму, ему сделаешь из партии, исключат с работы, выгонят. Ну, по тематам своя. И здесь тоже. Закон на стороне женщины всегда. Разводится, ребенка ей отдают. Попробуй троню, говорит, не так, поставь на место. Вот у чеченцев, у других там работает эта система. Муж под каблучником никогда не будет. А здесь все сделано для того, чтобы быть таким. Он или разводится, или лежит на диване, щелкает, телевизор смотрит. Сказала жена, запрягая лошадей. Он машину вышел, завел, и поехали где другое. Здесь все сделано для того, чтобы мужчина был под каблучником. И главное здесь роль жены. Ну, а если мужик так твердый, значит, остается один. Или она его посадит. В большинстве случаев именно так. Нектаре. Тоже мне дал нектар какой. Это только с такого нектара только осы могут брать. Это мужика сразу загнать. Он в нектаре сказал, да я буду так. Только чуть-чуть, у нас сразу же в милиции заявление, и все, поехал мужик на стройке народного хозяйства, нарисоповал. Победите вокруг-то. И кто воспитывает? Она сама разведенная, и одна воспитывает его. И у него женский характер. Все на женщине лежит. Она погубила мир. А как говорит ездор-то? О, Адам, что ты сотворил? То есть послушался жену. Слушаться ее не надо было. Сейчас бы мы в районе лежали, слушали птичек, как поют они. Как они говорят, не победили бы мы, а немцы. Сейчас бы пиво баварское били, пили каждый день. Видите, какие у людей мысли-то. Пиво пили бы. Рабы были бы. И вообще рабами и были, остаемся тут. Я отвечаю. Или так. Это тут Роман. Малыш собирается ехать. Я ему отвечаю, что... Я там говорю, вот вон в вчерашнем ролике, чтобы постарался заранее всякие инструменты иметь и бензопилу, желательно более длинную, чтобы более крупные деревья можно было пилить. Это на потеряку собирается с Украины, там или из Подмосковья. Топоры, колун, ножовки по металлу. У меня есть двуручная пила, а более ничего нет. Лопаты, ведра и гвозди разные. О том говорю, чтобы сына забрали и мать. Мать, сын, видимо, отдельно от первого брака, уже 18 лет, помощник хороший был бы. И мать, мать, он дальше будет говорить, обязательно мать забрать. Тебе не будет заботы и будешь держаться лучше. А жена потом может приехать, если понравится ей твое житие. Вот она не едет и все. Да где-то видно было, муж едет, она нет. Да раньше за декабристами не ехали, какие терпели беды. Беды. Все сравнивают. Марковна была где, Анастасия Марковна, с Авакумом. И пошла она на Дальний Восток еще, все беды терпела. А это нет. А мужику выхода никакого нет, он должен с ней идти. Только женился, она умотала от него и поехала в Америку. У нее родители в Америке или в Австралии-то. И все. И ты должен приехать. Ни языка не знает, ничего. Езжай. Почему? А потому что там мамаша помогать будет. Они уже его подкаблучником делают-то. Ну ладно, если он крепко верующий, это устоит-то. Но она не вернется, не вернется. Значит, все, по крайней мере, он теперь за каждой юбкой гоняться не будет. Брак-то в силе. А она добивается, чтобы брак признали недействительный. Церковное вещание признали недействительным. То есть, это орудие зла. Почему и говорит Сиарахов. Женщина, знаю, горше смерти, горше. А уж дальше смерти идти некуда. Что с нее спрашивать-то? И она командует уже все. Она не слушает, ничего нет. У нее советники есть. И найдутся советники из разных сектантов и другие. Да что ты слушаешь его? Он там сатана. Везде дьявол соет. Жене один совет только. Куда иголка, туда нитка. Она вся в узлах. Тут не так, тут не так. Она должна работать. Работает, как моя мама Мария Егоровна, Щенарева, Лапкина. Десять детей. Я родила двенадцать. Десять живых. Мать героиня. Отец инвалид. Войны без руки. Все делает. Левой руки не было под плечо. Двенадцать коров подоить утром, вечером в колхозе. Двадцать пять колодок меда было. Пол гектара огорода. И ночью работает еще на таку. Ощущение зерна. Вот тогда будет. Я ни разу не слышал, чтобы мама где-то что-то про отца сказала. Видимо, где-то что-то буркнет так про себя и все. И отец, ну не столько скажет, лохудра. Расставила ведра тут, щегуны по лапке. До спирихи соседка спирина была. До нее. Ребенок тронетый. У нас сколько ребятишек ни один не обжегся. Все с глазами. Нигде на что не напоролся. Отец сохранял это. Но матери много работы, что-то не досмотрит. Как только отец за дверь вышел, все. Полная тишина. Мать никогда не будет обсуждать отца. Роман Малыш пишет. Все, что вы перечислили, уже имеется. Плюс тяжелый мотоблок. Генератор. О, вот это я понимаю, мужик. У него генератор даже есть. Дрели. То есть я не боюсь даже на него нападать. Будет кто-то там, который на нас узнает, с кем мы в хороших отношениях. И он начинает заливать. Ну, безбожники из миссионерского отдела, как правило. Людейшие, бешеные псы. Ну, ничего тут не сделать. Заливают его буквально каждого грязью против меня. Или в семинарию начинают приглашать там. Или обольщать. А ничего нет. У них ничего нет. Они могут только вокруг моей колокольни бегать и подвизгивать. Даже в пасхальные дни. Болгарки, сварочные и полно всякой-всящины, нажитые непосильным трудом. Шуба норковая, три. С божьей помощью, если продать всю мою технику, средств будет около миллиона. Невероятно. Такого еще не было. Фамилия Малыш. Это не Малыш уже. Богатырь. С божьей помощью, если продать так технику, миллион. Если есть домик, чтобы купить. Буду рад. Домика такого нет. Есть оставленные большие дома. И вот их отремонтировать намного легче, чем строить заново. Ни фундамента, ничего не надо. Крыша есть. Ну, строили. И там что-то где-то подгнило. Надо балку заменить. Или полы в одном месте. Ну, полы населить-то. Когда стены готовы, все. Тяжести-то не поднимать. А наши нету. Брать, по-новой строить. Не советую никому. Два домика есть таких. Два. И это будет не дороже сто тысяч стоить. А дальше ремонтируй. По евроремонту утеплитель. Сверху сделай там. Там все это можно в течение одного года сделать. Даже один многое может сделать. Доски наверх затащить. Ну, что это? Непонятно. Крыша есть. Скотный двор есть. Там где-то подправить что-то. Не ломать. Еще есть возможность. Два домика перекупить. На большие дома. Так. А вообще есть желание построить деревянный сруб. Посредине русская печь. И пользуется глиняной утварью. Ну, глину это надо искать. А это все выполнимо. Притом я посмотрел. Это с двух сторон деревни. И оттуда 6, ну, 7, примерно 8 мест, где можно строиться. 8. Прямо в улицу где-то. И там отрожки улиц были. Я все это покажу. Выбирай место какое угодно. Есть такое, где тополя близко. Там можно виноград все сажать. Есть где именно солнечное. Вот еще два пруда в этом году, думаю, заложить. А они есть. Но надо их привезти осенью начать. Помолитесь, кто это слышит. Три пруда у нас фактически уже есть. И этот микроклимат. И четвертый посреди деревни. Для старта очень неплохо себя чувствует в материальном и физическом плане. Ну, что нужно? Там заявление писать. Кто-то ходатайствует о вас. Знают. Пяти качеств должен быть. Первое. Доказать, что ты не лжешь, не пьешь, не куришь, не материшься, не воруешь. Это четко. Без разрешения никого не приглашают. Посоветуются. Устав есть. 40 пунктов. Согласен. Ну, совсем распишешься. Ну, и дадутся возможность. Это в совете прописать. Все как положено. Это территория. Это Российская Федерация. Алтайский край. Но куда поехал? Что попросить благословения у батюшки? Правила все записаны. Будешь согласен по правилам жить, увидишь, какие люди живут. У тебя все будут друзья. Это православное поселение. Самое лучшее, что потеряешь, это воспитание детей в православном духе, в христианском. Хочу посадить свой сад. Думал, тут закупить штуку, когда 30 плодово-ягодных деревьев. Посоветуйте, стоит ли, или лучше там у вас, в соответствии климатическим. Климатическое. Ну, да. Тут институт, теперь я не знаю, университет или институт, он аграрный. Тут институт Лисовенко работает. Тут на всю страну саженцы идут. И обрепиха разных сортов. И чего тут только нету. Все это деньги, конечно, стоят. Там саженец один, можно сказать, полтысячи стоит. Но они тоже работают. Ну, успеете или нет нынче, надо как можно быстрее приезжать, пока возможности есть. Хотя уже, может, с опозданием. Я отвечаю. Здесь есть хорошие саженцы. Институт садоводства. Маму не забудьте помощников. А он говорит, мама остается там. А он пишет. Дальше он, Роман, пишет. Благодарю вас. А, это другой. Игнатий Тихонович. Другой Роман. Три Романа сразу на меня выходят. И племянник четвертый Роман едет. Начиная с весны до самой зимы нам приходится немало трудиться в поле. Так что времени не остается ни на что другое. Когда заканчиваем примерно в ноябре продажу овощей, то тут же нужно спешить готовить поле, теплицы, закотовка дров. И так каждый год. Круглый год немалый труд. В начале января у нас уже топят теплицы, дровами и углем. И все нужно делать быстро, так как можно не успеть. Негласное соревнование друг перед другом. Кто первый вырастил овощи, тот дороже и продал. Если не успел, то можно обанкротиться, не продав ничего. Слава Богу за всего, как интересно. Вот пишет человек с другого государства. Владимир Оперман. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мир вам, Игнатий Тихонович. В 2015, 5-го, 31-го, тут перепекинул, видимо, 31-го мая должно быть. Я принял крещение троекратным погружением и бесплатно. После общения с вами по скайпу я впервые пошел в православный храм. И в течение 20 минут решение моего крещения было принято. Вот я псевдо-миссионер, псевдо-проповедник. А вы каждый день посчитайте, сколько приводят. А я никакой. Какой я проповедник? Это Бог делает. Он избрал меня как сосуд. Вот поговорили с ним, новый человек, неправославный. Теперь он православный. И вчера он вышел. Так. Позже дома я понял, что Господь ваши молитвы слышит. Слава Христу. То есть это не свои тут злодейства и злодейские. Стараюсь ежедневно смотреть ваши видеоролики. Столько душеполезной информации. Хочу купить у вас трехтомник Нового Завета. Если еще есть. Да, это есть. Это второе издание вышло. Говорю, что нашему трехтомнику полному толкованию Нового Завета равных мировой практики не было за 2000 лет. Не было. Полное с откровением, во-первых, по блаженному фефилакту. Кроме того, иллюстрации 240 цветных. Полный комплект по лучшему иллюстратору Гюстава Дарея. Все сами раскрасили. С закладками, круглением корешка, с комментариями, с выделениями мест, которые говорят о необходимости проповеди и любви к Библии. То есть, вот параметры, по которым ни одного издания в мировой практике, ни в западной, ни в восточной части церкви не было. Игнатий Тихонович, помолитесь за меня. Никак не могу найти единомышленников. Помоги ему, Господи. Слава Иисусу Христу. Владимир звать его. Помолитесь тоже. Андрей Светлый. Вот интересно. Вот это Андрей Светлый, Нежный, то другое. Эти фамилии, как давали-то что-то? Или покупали эти фамилии? Обычно как? По родителям, по именам. Иван Иванов, Марий Марин, там Куриц много. Курицын, Овечкин, там где говорят. Орлов, Медведев. Откуда? Ну, что-то с чем-то связано было. А вот эти вот, я гляжу, или евреи, там полукровки другие. Как они могут это сделать такое? Притом, люди-то хорошие. Вот у меня, видишь, Лапкин, ну, что Лапкин-то? Ну, Лапка птища, маленькая Лапка. Нет. Мой прадед, когда давали вот эти фамилии, он был каким-то каллиграфистом. Писал. А пошел на пенсию, когда пенсии-то не было, где-то по возрасту-то. И к нему приходили жалобы, и он писал прошения. Каллиграфия, это лучший почерк. Говорили, на деньгах только расписывается. Тогда на деньгах был главный банкир, расписывался, и так печаталось. И вот, этот человек, который мой, мой дед, он писал ногой. Ногой писал, чтобы не узнали почерк. Ногой. Его прозвали Лапка. И оттуда, когда фамилии давали, его по Лапке назвали Лапкин. Никакого отношения к птищей-то Лапкине имеет. Но очень интересно, это тетка рассказывала. Вот, слушайте внимательно. Овчарка Джуль Барс. Участник Великой Отечественной войны. Единственная собака, удостоившаяся за время войны наградой вообще. И награды за боевые заслуги, в частности. Вот, кто это слышал или нет? Ну, я с собаками занимался в уголовном розыске. И моя собака на первом месте даже вышла. Я знаю, как это дорого. Джуль Барс обнаружил около 7 тысяч мины, 150 снарядов. Не знаю, может быть ошибка какая, но так написано. 7 тысяч мины, это значит вели статистику. Участвовал в разминировании многих дворцов и соборов Европы. В конце войны Джуль Барс был ранен и не смог участвовать в параде победы. И когда в известность поставили Иосифа Виссарионовича Сталина, последний приказал нести пса на своем кителе, на сталинском кителе. Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моем кителе. Почетный ветеран войны, к счастью, сумел оправиться от ранените. И даже стал кинозвездой. То есть после, уже когда кончилось это. Снялся в фильме «Белый клык» 1946 год. Созданный режиссером Александром Сгуриди по одноименному роману Джека Лондона. Вот он, герой. Невероятная вещь. Ну я его сразу взял и показать о победе. Как раз к победе относятся-то. Вот чудо же Божье. Нет, невероятно. Я вернусь назад. Семь тысяч мин и сто пятьдесят снарядов. Ну как это может быть-то? Семь тысяч мин, да ну... Я даже не знаю. Я увеличу все это показать. Вот оно как. Разминирование многих борцов. Посмотрите, какую честь я оказываю. Вот. Вот он здесь. Ну пока это так. Теперь мы переходим. Что у меня за это время было, пришло? Что-то Никита Колесик. Вот когда начал говорить, и Никита вошел. Что-то он тут говорит. Спаси Христоса, Игнатий Тихонович. Отличная мотивация. Это о чем он говорит? А, еще. Священник откопал матушку и поставил в храме, как святые мощи и многое другое, Украина. Голос репортера русский. Ну, ну даже можно нажать даже. Вот он где идет. Я нажимаю. Матушку откопал. Это как же так? Каждый пятий украинец, который раньше был атеистом, стал вирянином. Это свящая статистика. Ну, это можно понять. Война, криз, а на кого что сподеваться, как на Бога. Втім, нас вразила дивная история. Аби разобраться, наша Ира Петькун вдала из себя парфеянку и узналася про страшные вещи, что коятся в одном храме у передместя Киева. Почему вход в церковь за фейс-контролем? И почему люди целуют трупов, а бзац у бортничок? Микрорайон Бортничий. На первый взгляд, абсолютно заурядный поселок. Всего в 30 минутах езды от центра Киева. Но с недавних пор здесь начали происходить такие вещи, что, простите, в жилах стынет кровь. Стоит в церкви, а в церкви раскрыты трупы. Лежит женщина в труне, лоб не имеет остатки зубов. И она так и щупает, и говорит, не и лоточка, не и ножка, и груди стоят. Это мысли, ну, батюшка, так сказать, скажите, пожалуйста. Целуют руки, остаток нет. Вы тоже снимаете? Нет. Этих взволнованных... Ну, понятно, что... Мощи, мощи... Женщины утверждают... Перекинули... Тоже в скором времени планируют доставать. И также прикладывать... Маленько дальше, еще, так, я... Оказывается, рано утром сюда прибыл наряд милиции и группа захвата, перед которой неприступные ворота все-таки отворились. Этим видео с места событий со мной поделились в отделении МВД Дарвенского района. В ходе проведения следствий, следствием, было решено питание про проведение обшуку, санкционовано судом. Сегодня цей обшуку был реализованный. Під час обшуку было выявлено в одном из примещений храмового комплексу труну с телом невстановленной особи, яка находилась в стане розкладу, ну, розкладався труб. Более того, оказывается, судя по документам, еще с 2013 года отцу Николаю запретили проводить службы. Кстати, меня тоже не пустили за ворота. Суровые мужчины в балаклавах сказали обращаться в лавру. Что ж, может, хоть здесь не все... Ладно, посмотрите. Вот от Никита скинул по-украински. Вот заголовок этот заведите, посмотрите, куда это завело все. Трупопоклонники. Чем они занимаются? Ну, ладно, я это скину другое. Вот, теперь... Вот он, это прям на моем мире, вот оно все здесь говорится. А это про собачку, про эту... Так, я его убираю сейчас, показал. Там я ее перекопировал себе, чтобы было... Ну, а я один, поэтому не могу приближать, удалять, вот. Ну, и теперь... Ну, это мой мир. Вот моя страница, вот какая страница. И все, что ставлю на видеоканал, переношу сюда. И вот сегодня это наш форум. Пишет Екатерина Тинникова. Почему она не сама зашла сюда, а модераторы перекидывает, администраторы. Христос воскрес, воистину воскрес, Катя. Она у нас принимала крещение с Абаканской, там, как метрополия, там, или что у них. Игнатий Тихонович, если Богу будет угодно, живы будем. Я заканчиваю в конце июня институт. Вот, если нужны труженики в детском лагере, я готова потрудиться в июле. Спаси Христос за стихи, которые вы отправляли. Да, Екатерина, она у нас принимала крещение, она туинка, видимо. Очень интересный человек. Вот. Можешь приехать, но только заранее скажи, чтобы мы могли тебя встретить, как дорогую, знаемую, проверенную. И тебе можем доверять даже быть на кухне. Если можешь даже попутному, если можно, конечно. И взять там в санэпидемстанции справку, или называется медицинская книжка. Это тогда ты на кухне свободно будешь там работать. Ну вот, хотя бы одно отсюда я взял. Вот смотрите, как приятно. В прошлом году она принимала крещение. Нет, позапрошлым уже. Позапрошлым. Вот. Наш видеоканал. Вот он как выглядит, пожалуйста. Это 4600 роликов наших. Посещений 2 миллиона 585 просмотров. 3466 подписчиков. Нас уже занесли в СМИ, то есть средства массовой информации. Ну, посещают помаленьку люди. Вот сегодня я выставил с утра. Так. Три, четыре, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь видеороликов за утро только. Восемь. И есть такие, что, ну, не две минуты. Вот, допустим, Елена Анатольевна ведет занятие. Сейчас двадцать восемь. Вот. Потеряем-ка храм. Тридцать восемь минут. Ну, хорошее. Материал очень большой. Вчера поставил материал. Тут же есть. Если хотя бы что-то чисто евангельское в православии сегодня. С Сергеем Козлом, один час сорок четыре минуты, пятнадцать секунд. Видите как. Так что, и самое большое у нас, это во свете Библии сайт. Сайт наш. Посмотрите какой. Вот здесь проповеди, больше тысячи моих проповедей. Ответы, которые я даю в университетах по радиотелевидению. Книги мои здесь. И пятьдесят книг аудио насчитано. Очень богат. И ткни сразу на форум. Вот ткни здесь на видеоканал. Мне очень нравится наше. Легко искать. Вот. Вопросы разбиты на пятьдесят пять папок. И ткни дальше. Вот, допустим, что-то... Ну, что меня не интересует? Грех. Ну, когда в одиннадцатый. Ткнул грех. Вот теперь идет. Где встречается. Какой том. Там можно даже не входить. Вопрос. Ткнул в него. Теперь уже с ответом. Вот тут маленький. Бывает. Там страниц даже на десять бывает. Ткнул. Вот, видите. Слово Божие всегда приводится жирным, курсивом. Марк. Вот глава от стиха всегда двоеточим должна быть. Пробел. Тире. Пробел. Кавычка открыто. Все взято в тихо. И везде одинаково. Вот так вот. Я нащупал, что это самый лучший способ представить Слово Божие. Вот как. У меня вышло тридцать томов открытым оком. И в каждом томе примерно три тысячи ссылок на Библию. Ссылок, пакеты оттуда взять. Ну, тридцать и умножить на три. Девяносто тысяч. Ну, это что-то значит. Вот. Теперь я возвращаюсь назад. Ну, это не сюда залез. А вот теперь показываю, что еще. А вот что. День Победы. Знаете, День Победы, День Победы. Там порохом пропах поют. Вот. А я написал другое. Как бы на этот же самый мотив. День Победы. Людям мира невдомек. Левый Иудина колено в гроб возлег. День Победы. Ни народы всей земли, ни ангелы его нам принесли. Это День Победы Иисус принес. Это припев. Разгромив врага, воскрес Христос. И младенец до припева, чтоб возрос. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воистину воскрес. Свет спасения долгожданный, наконец, даровал нам на Голгофе страшный крест. Все пророки провещали нам о нем. Солнце гаснет там не вечером, а днем. Пост с молитвой неустанной столько лет Выводили на Христа кровавый след. В воскресенье день воскреснет даже прах. Иисус наш, милосерд, как и вчера, и припев. Только дал бы Бог раскаяться тот час, Никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг. Пасха вечная, а жизнь лишь только миг. И вот внизу здесь День Победы поют Песня Года, Лев Лещенко, День Победы Кобзон поет. Вот сюда если нажмете, заходите на наш форум-то. И дальше, вот, дальше еще такое показать хотел. День Победы на слова Игнатия Лапкина. Вот оно где. Посмотрите, троллик составленный, как поют наши. Ну, если бы интересно будет. Хотя сейчас давно его. Одна же мне по телефону позвонила наша сестра Нина Жовнирова. И говорит, в душе напивается песня День Победы. Но слова там не из Евангелия взяты. Не могли бы написать слова, чтобы я и пела, и назидалась. Мне эта идея понравилась. Я мотив этот знаю. Песня. Вот она, Нина Жовнирова. Вот она, та, которая, которую не запускают в плачках в храм. И на улице стоит. Всю зиму и второй год уже стоит. И вот это она как раз и есть. Вот. Ну, видите, так мы ужимали. И поэтому так тускло. Но все равно понятно. Вообще мне очень нравится задушевно. И так у меня быстро написалось. Буквально через 20 минут я ей звоню. Нина, у меня такие слова. И она их приняла. Потом это было в 16 томе напечатано. Ну, и вот сейчас мы желаем спеть. Как раз в преддверии мирского праздника, 9 мая, Дня Победы. Главная победа – это Христос. Победил дьявола, грех на Голгофе. И здесь, в кратких словах, столько же я куплета взял, как там. Та же самая музыка. И слова по Евангелию. Пожалуйста, послушайте и оцените. День Победы, людям мира не вдомек, Лев и Утина коленок в гроб возрек. День Победы не народы всей земли, И не ангелы его нам принесли. Этот День Победы Иисус принес. Христос разгранил врагам. Воскрес Христос и младенец. Да припела, чтоб возрос. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос своей стену воскрес! Свет спасения долгожданный, Наконец, даровал нам на Голгофе Взрачный крест. Все пророки провещали нам о нем. Солнце гаснет, а мне вечером огнем. Этот День Победы Иисус принес. Христос разгранил врагам. Воскрес Христос и младенец. Да припела, чтоб возрос. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос своей стену воскрес! Пусть мои твои неустанны столько лет Выводили на Христа кровавый свет. Воскресенье, день воскресни, даже праг Иисус наш милосед, как и вчера. Это День Победы Иисус принес. Разгранил врагам. Воскрес Христос и младенец. Да припела, чтоб возрос. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос своей стену воскрес! Только дал бы Бог раскаясь за тот час. Никогда Его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подык. Пасхаричная жизнь. Только ты! Это День Победы Иисус принес. Разгранил врагам. Воскрес Христос и младенец. Да припела, чтоб возрос. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос своей стену воскрес! Этот День Победы Иисус принес. Разгранил врагам. Воскрес Христос и младенец. Да припела, чтоб возрос. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос! Одна же мне по телефону позвонила наша сестра Нина Жолнирова. И говорит, в душе напевается песня. Вот видите, как что показали. Но кроме того, День Победы, тут еще слова есть. Еще вот какое дело. Из интернета я нашел вполне созвучно с нашими рассуждениями. Победа. Что же она дала России? Это один кто-то пишет. Вершину легче покорить, чем удержаться на ней. А как выглядит эта победа в контексте 67-летней истории? То есть это получается 4 года назад. Что сделала Россия с Великой Победой? Как она распорядилась данной ей благодатью? Она растоптала ее под бесчинством и разбоем, ограблением культурного наследия всех союзных республик, покоренных ею в головокружительном обольщении, опьянении и дьявольским самообманом. Россия не пожалела даже своих родных граждан, раскулачивая и разрушая в праведном гневе самых талантливых представителей интеллигенции. Россия внушила всем союзным республикам ложь о вечном мире и дружбе народов, обобрав их и доведя до нищенства, заглушив голос совести и достоинства каждой национальной единицы, заставляя всех идти в одной шеренге инкубаторских цыплят единой веры под страхом смерти или тюрьмы. Россия убила доверие между народами, направив свои союзные, в кавычках, войска на Афганистан, Грузию, Азербайджан, Чечню и другие, растоптала все святое, вплоть до тайных отношений между полами, включая истину православия, отравленную неправедными плодами безбожных дел. Россия многого добилась, в кавычках, на постаменте победы в Великой Отечественной войне, считая себя вправе распоряжаться судьбой многих народов. Вот какая она молодец! Кается и грешит, кается и опять грешит. Уже и крови Христовой не осталось для мытья ее грехов. Но она считает себя праведной, потому что верит в Троицу, смакуя свою убитую веру с целью порабощения других народов, которые не желают лицемерно признавать то, чего не понимают. Опьяненная во всех смыслах этого слова, Россия продолжает из года в год праздновать свои белые успехи, как петух продолжает свой бег по инерции, даже после того, как ему отрубят, уже отрубили голову. Эх, Россия! Где твоя слава и роскошь? Где твоя вера в Бога живого? Неужели ты думаешь, что обманешь Творца, создавшего каждую душу и ревнующего о каждом человеке? Зачем тебе эти пустые празднества, воспаляющие круг бездны огненной под тобой? Почему бы тебе не победить своего внутреннего дракона с тщеславием и амбициозностью? Почему бы тебе не обратиться к Богу по-настоящему и не попросить прощения у всех, кому ты причинила зло своими победами? И не стремиться, не смириться перед своими бывшими рабами, чтобы восстановить добрые человеческие отношения. Так было бы честнее. Да поможет тебе Бог, Россия! Ну, здесь много об этом тоже написано. Счастье немецкой армии издаются в плен, тут богатый, богатый материал. Заходите на эти наши ресурсы. Вот я Никиту тут посмотрел, сейчас здесь. Ну и все как будто бы у нас. Здесь уже ничего больше и нету. Ну, Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Так что